Мы дошли наконец до Клаза Испании. Сейчас Мария наша будет кушать шура с горячим шоколадом, да? А вон, смотрите, знаете, вот эта смотровая площадка, он сверху. А вообще жарко! Жарко, да? Очень как-то приятно, да, как-то стало. Ветер такой холодный. Сейчас бы Гринтвейна не помешала бы. Я, короче, иду вот так вот в капюшоне, красный дождь, блин, в очках, еще с этой водой, сейчас надо ее выпить или выбросить, это неудобно. Ну, короче, холодно-холодно. А чурсы, оказывается, из Сан-Винес. Да, это должно быть вкусненько. Конечно, лучше бы там внутри у них посидеть. Смотрите, какой горячий шоколад. Класс! Так, а в этой палатке панетонные, росконные. Вон, смотрите, какие эти круассаны, эти круглые. Красивенько! Так, наш папа в очереди. Шесть чурс и шоколад. Пять девяносто. Тут платишь, тут забираешь. А где ешь? А ешь, наверное, вот тут, что ли? Нет, это не их палатка. А ешь на ходу, короче. Чурсы. Шоколадик. Вот такой вот тут каток. Соорудили. А с другой стороны катка Дон Пихот и Сан-Чу-Консер. Вот так вот. А там восседает Сервантес. Вон, смотрите. Видите, люди в этом ходят. Там самая классная смотровая площадка. Мы наелись чурс с шоколадом, с горячим. Хоть немножко стало потеплее. Короче, да, сегодня какой-то очень-очень сильный ветер. И очень сильно холодный, прям такой пронизывающий. А сейчас идем в сторону Королевского дворца. Вон там. Вон там. Мария все еще попивает шоколад. Тепленько? Угу. Вот он, Королевский дворец. Испанских королей. Там мы поставили... Да, у вас, конечно, у меня жесть. Карусель поставили. Красивый. Боже, я думала, это реально статуя. Обалдеть. Зачем детям такое показывать? А здесь что? Что там, руины, Мария? Похоже на то, что да. Как же красиво смотрится вот этот ресторан. Я каждый раз восхищаюсь их декорацией. А вот этот, Мессон де Чампиньон. Там, где кушать шампиньон эти вкусные, помните? А вот и Мессон де Чампиньон, помните наш поход сюда? Вкусные шампиньоны, ничего не скажешь. И вот мы медленно, но уверенно подошли к самому старому в мире и странному. Альбатин. Такой вот он. Тут все снимают. Он же занесен в книгу рекордов Дениса. Знаете, да? Вот, смотрите, есть даже вот такая вот табличка. Работает с 1725 года. А вот так вот он выглядит. Видите, тут такой макет. Мини-версия. Три этажа. Там где-то печь. Где печь? Настоящая дровяная печь. Не видать. Внизу где-то, наверное. Короче, дело вот здесь поросят. В настоящей дровяной печи. Это очень вкусно. Обалдеть. Ярмарку на Плазе-Майор уже убрали. А еще даже не седьмое число. А в чем вообще прикол? Это очень удивительно, потому что здесь все разбирают. Вот здесь седьмого. Как бы седьмого все уже вырубают. Там уненечки все убирают, разбирают. А сегодня пятая. А здесь уже ничего нет. Это елка на Плазе-Майор. Мы тоже тут слабенько. Если честно. Ну и напоследок сегодня площадь Солнца. Главная площадь вообще Испании. Вот по вот этим вот часам испанцы встречают Новый год. Здесь делали ремонт. Она была закрыта очень долгое время. Ну и теперь даже так ничего. Симпатичненько смотрится все. Вот там, где толпа народу стоит. Это нулевой километр. Отсюда исчисляются все дороги Испании. Видите, вот там где ножки ставят. Его тоже, кстати, переделали. Раньше было немножко по-другому. Вечером, конечно, здесь красивее. Но ничего. Иногда нужно и днем пройтись. Правда ведь? А то все вечер и вечера вам показываю. Все идут сейчас вот такими вот расконами. Вон из Майоркины. Одно из самых знаменитых испанских кафешек со сладостями. Вот эта вот кафешка очень красивая. И у нее очень длинная история. Видите, вот если есть вот такие вот таблички, это в основном заведение, которое больше ставит. Даже вон у них есть свое вино. Смотрите, и не одно. Какие-то эти наборы посуды, наборы сладостей и вина. Прикольно. Медные эти кувшики. А вот еще одно очень красивое заведение. Смотрите. Класс. А вот так вот оно смотрится с улицы. А здесь продают знаменитые фиалки в сахаре. Кто пробовал, я вам дома покажу. У меня, кстати, есть. Узнаете дяденьку? На двери. В подъезд. Конгресс депутатов. Тут заседают все эти испанские депутатики. Тут какая-то эксклюзия. Здесь должно красиво все светиться ночью. Кстати, никак не попаду. Вон туда вот в отель кофе попить. Здесь все у меня Сережа обещает сводить. И никак не сходим. Красивенько тоже украсывают. Так. Первый раз сюда захожу. Смотрите, какая елочка. Такая в каких-то всяких пушистиках. Класс. А? Будет ли что-то не так? Кофе? А? Кофе хотите? Нет. Нет? Ну, очень красиво. Смотрите, какой потолок. Купол, вернее. Так тепленько тут. Мы зашли, погрелись. Немножко. Тут еще одна кафешка. Такая интересная. Ну, да, я понимаю, что это отель. Ну, тут, наверное, какие-то комнаты. Да, может, каких-то встреч. Приехали в отель. Можно вам купить сразу что-нибудь. Приодеться. Конечно, да, так. Клево. Видели, какие светофоры в Магриде? Две девочки. Одна, кстати, с короткой стрижкой. Вторая с длинными волосами. Есть два мальчика. Есть девочка и мальчик. Есть отдельно девочка и отдельно мальчик. И вот мы уже подошли к музею Прадо. Кстати, сегодня, смотрите, как здесь пусто. Ну, хотя, в принципе, да, чего я удивляюсь. Если сегодня праздник Рейс Маус. Все отмечают. Скоро уже все будут собираться идти. Смотреть нашествие. Надо словить конфетку, которую будут бросать короли. Съесть. И ваш год будет очень удачным. Ну, короче, как считают испанцы. Вот так вот. Памятник Гои. Мне нравится вот это вот здание. Смотрите, как красиво смотрится на фоне голубого неба и зеленых трав, и зеленой травки, и зеленых лужаек. А вы же, кстати, знаете, что в музей Прадо можно попасть бесплатно. Каждый день в 6 часов, если я не ошибаюсь. Если ошибусь, то исправлю потом на видео. Только нужно заранее приходить и брать билеты. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.